здравствуйте сегодня мы поговорим о презентации и так какой же должна быть презентация чтобы ваш слушатель не заскучал не разочаровался а наоборот решил стать вашим клиентом разберем подробно качество хорошей презентации краткость нет смысла разливаться соловьем и два часа бесперебойно расписывать какой у вас хороший товар какая замечательная команда и как с вами выгодно работать время сегодня дорого и вам придется ценить каждую минуту вашего слушателя возьмите то что вы хотели сказать и выкиньте все лишнее кратко четко по существу будьте уверены клиента ценит приведу пример однажды моя команда выступала перед крупным клиентом клиент искал компанию которая взяла бы на себя заботу о сайте его корпорации за один день перед его глазами прошло несколько соискателей наша очередь была уже почти в конце было очевидно что наш будущий слушатель устал от обилия информации поэтому мы на ходу скорректировали нашу презентацию изложив свои плюсы кратко тезисно и весьма сжатой форме в общей сложности наша презентация заняла минут 8 четкость формулировок дала результат наш собеседник заинтересовался начал задавать вопросы после нашего выступления и в итоге остановил свой выбор именно на нас размеренность очень важно найти темп в котором вы будете говорить если ваша речь будет слишком медленно и ваши слушатели утомятся и уснут в лучшем случае просто невнимательно вас выслушают если же вы будете чересчур торопливы то рискуйте вызвать усталость потоком информации можно кстати предварительно потренироваться на коллегах или родственниках только знаете что на всех вы все равно не угодите темпу всех разный следите за своими слушателями и говорите для большинства реакцию собеседников понять не так уж и трудно и снова пример не так давно мой коллега выступал перед аудитории в количестве 6 человек представители довольно крупной судостроительной корпорации решали хотят ли они используют для организации труда битрикс24 коллега проводил презентацию не первый раз поэтому следил за реакцией слушателей их поведение уже через пару минут с начала презентации подсказала что там взят слишком быстрый большинство и слушатели были представителями старшего поколения не успевали за количеством выдаваемой информации и множеством технических терминов коллега замедлил темп и на ходу исключил несколько пунктов своего выступления так и краткость появилась и темп подобрался удачно презентация вскоре перешла переговоры и завершилась подписанием договора о сотрудничестве визуализация современной презентации сложно обойтись без слайдов при оформлении картинок и прочей визуальной информации нужно постараться обойтись без повторов одно из основных правил не размещайте на слайдах текст который вы одновременно проговариваете перед аудиторией иначе у ваших слушателей возникнет диссонанс между тем что они слышат и тем что видит скорость чтения у них чаще всего будет опережать ваш голос как-то мои коллеги готовили очередную презентацию своей команды целью было представить свои умения по созданию сайтов для этого они подготовили слайды на которых решили отобразить свои достижения название компании для которой был подготовлен сайт его адрес и кратко какие особенности у каждого проекта при этом выступающий проговаривал ту же информацию в итоге слушатели метались от картинок к словам ведущего кто-то быстро прочитал и устал слушать то же самое а кто-то не успевал ни прочитать не выслушать в итоге внимание аудитории было утеряно у слушателей из впечатления остались только усталость и раздражение если не соблюдать эти условия краткость размеренности правильность подбора картинок ваша презентация не понравится мало того вы рискуете добиться обратного эффекта не заинтересовать слушателя заставить их заскучать изображением которые вы используете в презентации уделите особое внимание ведь важно не только то что вы говорите но и то что ваши слушатели видят если одно входит в диссонанс с другим или раздражает какими-то мелочами хорошей беседы не получится что должно быть в слайдах чтобы их воздействие на слушателя было положительно впечатляюще минимум текста слушателям придется разрываться между тем что вы говорите и необходимостью прочитать какой-то текст на картинке за вашей спиной есть риск что информация не будет нормально восприниматься не на слух не зрительно как-то мне нужно было в презентации использовать слайды с текстами без этого никак нельзя было обойтись и чтобы как-то разнообразить содержание слайдов я разместила на каждом изображении картинку связанное содержание при этом текста на каждом слайде было немного а картинка привлекала внимание в итоге слайды получились такими как надо текст не утомлял и не отвлекал а удачно дополнял мою речь минимум разнообразие форматирования чем больше разных шрифтов использовано в слайдах тем сильнее от них устает зрение 2 максимум 3 шрифта вполне достаточно чтобы выделить заголовки и сделать остальной текст читабельным размер выбирайте так чтобы было видно всем присутствующим не меньше двадцати восьми не забывайте что нужно обойтись без переносов и использовать одинаковые междустрочные интервалы старайтесь придерживаться одинаковой схемы построения каждого слайда четыре строчки вниз и по четыре слова в каждой строке при таком раскладе зритель сможет охватить одним взглядом содержимое каждого изображения однажды я присутствовал на презентации автор который явно перестарался при изготовлении слайда подписи картинкам пестрели всеми цветами радуги буквы постепенно увеличивались и тут же уменьшались было использовано не меньше шести разных типов шрифта кроме прочего было чересчур много выделения курсивом подчеркиванием и положительным начертанием на стену с изображениями смотреть просто не хотелось у остальных слушателей сложилось тоже мнение и в итоге автор презентации потерял свою аудиторию законченность и однотипность каждого слайда ваша мысль не должна растягиваться на несколько слайдов одно изображение один тезис если одно утверждение нуждается в нескольких картинках сократите мысль или используйте другие формы выражения старайтесь выдержать все в одном стиле если вы используете значки одного типа то во всех слайдах они должны быть одинаковыми не стоит в одном изображении выделять подпункты жирными точками а в другом выставлять галочки или другую символику как-то в самом начале своей работы в должности менеджера по продажам я готовила свою первую презентацию слайды изначально были составными то есть 3-4 картинки раскрывали нужную мне мысль полностью однако уже на этапе репетиции стало понятно что 3-4 слайда это слишком много и мысли пришлось максимально сжать каждый слайд в итоге стал компактным кратким и помог мне в моей первой удачной презентации все вышеперечисленные характеристики обязательны если вы хотите произвести убедительное и положительное впечатление если вы хотите чего-то добиться своей презентации они пошли общаться с потенциальным клиентом просто так для галочки основное правило любой презентации должно быть очевидно но тем не менее я остановлюсь на нем подробнее самое важное это ваша подготовка готовность ответить на любые вопросы знание обо всех нюансах доскональное знание предмета разговора если вы поглядели на сайты платформу и команду одним глазом а потом пошли проводить презентацию можете разворачиваться и уходить никаких положительных результатов вы здесь не добьетесь один вопрос слушателя и вы будете просто стоять не в состоянии ответить из-за нехватки знаний ну еще один момент касается продажи корпоративного портала нюанс состоит в том что такой продукт как битрикс24 можно продать только с помощью презентации позвольте привести два примера в первом случае наша команда отправилась представлять свои услуги по организации для компании корпоративного портала мы знали свою тему просто на отлично готовы были ко всем вопросам единственная проблема мы никогда раньше не занимались корпоративными порталами правда ссылаться на предыдущие работы все равно бы не получилось учитывая что битрикс24 можно продавать только презентации в итоге хорошая подготовка и наши знания сработали и мы получили свой первый заказ в этой области во втором случае ко мне обратился один из партнеров один из битрикс просьба помочь с презентацией по корпоративному порталу предполагаемый текст презентации который я прочитала представлял собой выдержки из текста на сайте один из битрикс партнеру было предложено переделать свою речь и слайды однако мое предложение было проигнорировано партнер отправился на презентацию с умеющейся заготовкой и совершенно не имея представления о продвигаемом товаре в итоге презентация провалилась из этих примеров несложно сделать вывод что подготовка это 80 процентов успеха любой презентации применяйте полученные знания старайтесь не допускать ошибок и презентуйте удачно